Поставила ножку циркуля в точку пересечения прямой и дуги. Это моя вторая вершина. И провожу еще одну дугу. Итак, смотрим. У нас две точки пересечения есть и вот третья точка пересечения. Поскольку радиус мы не изменяли, то у нас получился треугольник с равными сторонами. И вот этот треугольник называется правильным треугольником. Второе. Нам нужно с вами нарисовать цепочку из правильных треугольников. Десять. Десять правильных треугольников. Рисуем прямую. Рисуем прямую. Опять же берем раствор циркуля. Вот давайте, чтобы рисунок у меня не накладывался на гибдоски, тут сразу так гвоздями она прибита. Я нарисую так. Я буду откладывать. Значит, сколько мне надо? Раз. Два. Три. Четыре. Два. Три. Четыре. Четыре. Ну а дальше уже по ситуации. От каждой из точек откладываем. И так. У вас все выполнено будет правильно, да? То вы получите цепочку из равносторонних треугольников. Соединяем вершины. Итак, пять треугольников у меня есть. Где же у меня еще пять? Да, пожалуйста. Конечно, если у меня есть три точки, да? Если у меня есть три точки, вот они у меня. Итак, у меня появилась цепочка пять треугольников. И пять треугольников мне дали десять треугольников. Вот такая симпатичная полосочка. Теперь что я буду делать? Стороны будут, заметьте, параллельны. Вот эти две прямые и параллельны. Берете дома такую полосочку. И дальше все зависит. Вы знаете, много раз приходится повторять от четкости ваших движений. Разгибаться и разгибаться. И так сделали по каждой стороне каждого треугольника. Потому что если что-то потом не совместится... Вот смотрите, три треугольника уже получилась половина шестиугольника. Увидели? А мы делаем дальше. Вот надо все полосочки промять. Так. Не надо там уже садиться некуда. Я так понимаю, самое главное дальше понять, как мы будем собирать эту структуру. Это тоже нетрадиционно. Итак, собрать шестиугольник достаточно легко. Вот, собственно говоря, шестиугольник. Увидели? Но надо, чтобы этот шестиугольник еще и сгибался. И у него были какие-то конкретные свойства. Я сейчас буду писать этапы сборки. И вы, пожалуйста, так же красиво у себя в тетради пишите, что будем делать. Итак, сборка. Сборка лексагона. Нашу полосочку. Значит, старайтесь, чтобы у вас углы были все-таки похуже на 60 градусов. И первый этап. Выбираем. Нашему шестиугольнику должно быть основание. Треугольник, да? Выбираем для основания. Ну и два треугольника сбоку. Получилось такое основание для нашей корзиночки. Так, давайте, чтобы у меня совпало с моим рисунком, да? Итак, вот эту часть из трех треугольников мы выбираем для основания корзиночки. Второе. Понятно, что у корзиночки должны быть ручки. Поэтому основание наше остается... Основание наше остается. А мы с вами забрасываем ручки. Причем так. Смотрите, вот эти три треугольника держим. У нас осталось справа три треугольника. Раз, два, три. Мы их загибаем вверх. И они накладываются спереди. Увидели? Увидели. Поэтому они загораживают вот эти три треугольника часть моей корзинки. Я их нарисую так. Итак, видите, вот эти три треугольничка перед моей корзинкой встали. И часть моей корзинки, вот она, желтая. Основание корзинки желтое. Они эту часть загородили. Значит, вот эту я зазну перед ней. Вторую у меня осталось с другой стороны четыре треугольника. Я тоже подниму вверх. Она будет, видите, длиннее. И она расположится позади моей корзиночки. Вот эта часть будет позади моей корзиночки. Первый треугольник наложится на второй и будет сзади. Между желтым и синим, первой и второй частью, я увижу часть полосочки моей. Это второй треугольник. Синий треугольник закроем в третий, но зато четвертый треугольник. Итак, вот наш четвертый треугольник. Значит, к сожалению, я не смогу это изобразить в цвете для тех, кто будет смотреть. Но вы можете закрасить желтым вот эти два треугольника, синим вот эти три треугольника. И тогда вот эти треугольники у вас закрасятся красным. Это на схеме. В жизни так делать не надо закрашивать. Как красить в жизни, я скажу потом. Это просто, чтобы вам было понятно, что вот эта часть за ними. За ними. Итак, еще раз посмотрите. Полосочка. Выбрали три. Часть треугольников вверх пошла перед коробочкой, а часть за ней. И вот получили такой объект. Самое важное после этого. Эта часть называется... Вы видите, что у нас образовался уже шестиугольник. Но нам надо добиться, чтобы он был... Я вот так крелочками покажу. Чтобы он был изгибаемым. А чтобы он был изгибаемым, то у него, конечно же, должны быть секреты. И вот этот секрет сейчас будет раскрыт. Итак, смотрите. У нас сейчас ситуация следующая. Что желтое наше основание нашей розетки загораживает три треугольника. Самое главное и так вот здесь сделать перехлест. Вот так. Вы видели? Вот ручки с разных сторон. А мы взяли и перехлестнули. Теперь у нас получился, что вот этот третий синий треугольник оказался за ручкой длинной. Увидели? Вот она. Можно подергать. И его загородил красный треугольник. Он его закрыл с собой. Ну а теперь берем клей. Поскольку нам же нужен был все-таки шестиугольник, а не пятиугольник, как у меня сейчас. И верхний треугольник намазываем клеем и приклеиваем. Прямо вот как лежал, да? Вот он, видите? Намазали и приклеили. Без разницы. Это на свойства его не повлияет. Главное, что пока вы клеите, не надо мазать при этом весь шестиугольник. То есть должно вот все проходить. Видите? Не склеено. Корзиночка наша с ручкой, но эта ручка, это не приклеенные друг к другу. Ножницы проходят. То же самое. Здесь проходит. Здесь проходит. Увидели? Замечательно. Ну давайте, значит, зарисуем вот этот треугольничек, да? Завернем и покажем, что мы приклеиваем его. Здесь надо воспользоваться клеем. И тогда у вас получится уже последний. Уже то, что нам нужно. А именно вот такой шестиугольник. Вот здесь от исходной корзиночки ручка, которая была справа, заходила. Ну или от вас слева она нависована здесь. А поскольку перехлестнули, то ее будет загораживать та, которая выходила справа. Увидели? Вот такое у вас должно получиться. Давайте зарисуем это следующим образом. Там, где мы видим, посмотрите внимательно. Там, где мы видим, сходятся наши цвета, это там, где мы складывали бумагу. А поэтому, посмотрите внимательно, вот здесь будут щели. Да? Сбоку видны щели. И вот на рисунках это обозначается следующим образом. Значит, вот я как бы двойную ее сделаю и покажу, что там у меня была щель. Вот здесь у меня одна бумага налезла на другую бумагу. Увидели? Одна бумага наложилась на другую бумагу. Замечательно. Пока вы рисуете, я попытаюсь раскрасить. Итак, ну, чем интересны эти поверхности? Если я раскрашу шесть треугольников. Голубой. С другой стороны. Фиолетовый. Фиолетовый. Значит, как? Где? Был голубой. Потом красный. Вместе дали фиолетовый. Нет, не дали. Нет? Вначале был красный, потом фиолетовый. Хорошо. Пожалуйста, поднимите руку, кто знает как. Искать. Кто знает как правильно. Вот не так, чтобы внутри. Ну, пожалуйста. Надо я ее срочно. Всем можно, только сначала надо... На щене торчит. Итак, давайте попробуем. Все, все. Так, размяла руки. Это уже подкор. Ну, дошла. Ну, дошла. Показать всем. Ну, разворачивай. Он склеенный. Он склеенный. Отлично, вот так. Не делай его больно. Он же должен пойти гнуться. Он должен гнуться. Но надо знать секрет. Нет, не надо. Я сделаю. Вот сюда. Итак, давайте посмотрим, получится или нет. Так, все берутся. Все берутся. Ждем. Секрет надо знать. Фиолетовый уже все видели. Нашли таки. Нашли. Итак, нашли. Итак, присаживаемся. Молодцы, что нашли. Давайте мы посмотрим, что на самом деле надо сделать. Смотрите. Мы возьмем и пронумеруем наши вершины. Вот эти вершины, вы видели? Они, бумага здесь встречается, накладывается друг на друга. Она будет изгибаться. Она будет изгибаться, правильно, в этом месте. Поэтому мы их не трогаем. Мы берем те вершины, которые... 1, 1, 2, давайте возьмем, 3, 4, 5. Через вершину. Не там, где накладывается бумага. А через вершину. А через вершину. Увидели? И что тогда получится? Тогда мы на нее нажмем. Сейчас будем нажимать. Увидели? На них нажмем. И наш многоугольник изменит форму. Изменил. Это вот наконечник стрелы. Увидел? Да. Итак, вот такой наконечник стрелы как-то получился. А теперь раскрываем и получаем новый цвет. Опять. Складываем наконечником. И получаем новый цвет. Складываем наконечником. И получаем новый цвет. А сейчас будет... Глупый. Увидели? Хорошо. Итак, себе тогда запишите. Значит, что у вас должно быть? Сделали флексагон. Покрасили в три цвета. Можно на самом деле нарисовать разные цветы. Да? Вот из этой розеточки сделать не просто синий цвет, да? А нарисовать там лепесточки, чтобы разные цветочки получались. И тогда ваша игрушка будет готова дома ответить на вопрос. Сделать флексагон и ответить на вопрос. Мы сейчас еще раз делать не будем. Ответить на вопрос. Обладает ли флексагон, записываем вопрос, свойствами ленты Мёбиуса. Правда ли? Это одна поверхность, две, три поверхности. Мы с вами сейчас видели. Сколько поверхностей пишем? Сколько поверхностей? Потому что в цвета мы, конечно, раскрасили разные. Но надо посмотреть и изучить вопрос. А на самом деле сколько поверхностей? Потому что я могла раскрашивать и как зебру, в линеечку. Точнее, как этот круг, который на прицел берут, да? Как мишень. Вот. Можно было раскрашивать как цветочек. Можно было раскрашивать различные узоры. Это по вкусу. Дома сделайте любую, любого размера модель. И повесите на ёлку. Чтобы все знали, что в этом доме живет человек, который ходит на кружки по математике. А иначе Дед Мороз не будет знать, кто ходит на кружки по математике. У вас там должна висеть, помните, рамочка. Поднимите руки. Кто рамочку повторил, сделал. И все. Я сердечки тоже повторила. Я все повторяла. Все повторяла. Вот это молодец. Сердечки, да. Я и забыла, что у нас были еще. И все повесить на ёлку. Разумеется. Да. Второй вариант нашел. Действительно, на сердечках два варианта. Действительно, там два варианта. Ну и замечательно. Значит, у нас дальше идем. Вы пишете, флексагон был, значит, второй оригами. Раз Елена Борисовна обещала, значит, будет оригами. Елена Борисовна. Конечно, у вас есть вопрос. Где листы А4? Не обязательно делать листочки, а доставать именно А4. Единственное, что обязательно, это вот присутствие духа до конца занятия. Чтобы вот так же у нас все было с вами хорошо. Итак, я беру пола... А, нет, у меня еще есть запас. Значит, это все можно смотреть будет. Итак, я беру небольшой запас листочков. И для того, чтобы у меня все получилось хорошо, поделю его пополам. Итак, у вас есть тетрадные листочки. Вы тоже можете, тетрадные листочки, вот. Ну, единственное, что промокрашки не надо. Если бы промокрашка знала, что мы сейчас хотим сделать, она бы расстроилась. Итак, тихо, тихо. Приготовили листочки. Того целый, у того целый. Без разницы. Складываем пополам. Причем складываем вдоль длинной стороны. Чтобы совпали вершины прямоугольника. Посмотрите внимательно. У нас с вами прямоугольник поделился на два конкурентных прямоугольника. Опять берем середины сторон. И еще раз складываем. Так. Складываем тихо-тихо. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Итак, у нас прямоугольник разделен на два конкурентных прямоугольника. То есть те прямоугольники, которые при наложении совпадают. Увидели? Иногда и в учебниках говорят про такие фигуры равные фигуры. Теперь уголок. Прямой угол. Мы ведем вот эта сторона короче. Это длиннее. Мы прикладываем и выравниваем так, чтобы она шла точно посередине. Наложилось. Да. Итак, вот мы с вами отогнули... Отогнули прямоугольный треугольник. Прямоугольный треугольник. Иногда думают, что есть простые упражнения, а есть сложные. Но вот ничего подобного. Без простых упражнений сложные упражнения не выполнены. Поэтому, если вы сейчас научились, увидели прямоугольник? Отогнули уголок. Замечательно. Теперь смотрим еще один уголок. Отгибаем, точно ровняем, чтобы фигура получилась симметричная. Мы сейчас самолетики делаем? Нет. Мы сейчас под большим секретом делаем. Да. Под большим-большим секретом делаем. Никто не знает, что делают. Итак, вот у нас получилась конструкция. Теперь внизу полосочки. Нет, не нужны ножницы. Ножницы, если вам надо передать, передаются не вот так, а ручками подаются. Если кому-то очень захотелось. Но сейчас у нас оригами, поэтому при ножнице они лежат на столе и не мешают. Вы берете нижнюю часть и загибаете вверх. Да, это называется оригами. И загибаете вверх. Хорошо. Переворачиваем и повторяем. Если вы посмотрите на просвет, то у вас получился большой треугольник. Он просвечивает. Да? И шапочка. Вот, молодец. Иди сюда с шапочкой, покажи. Сейчас нам все нужно. Знаете? Ну, ничего, ничего. Итак, вот уже сделали такую шапочку. Это на даче при строительных работах и прочих. А мы пойдем дальше. Замечательно. Только надо еще чуть-чуть загнуть. Вот это, чтобы она не разлетелась. Итак, посмотрите. Загнули. И еще раз загнули. Итак, действительно у нас получилось что-то типа шапочки. Но шапочка это как-то очень маленькая, да? Это вот такая вот шапочка, только на мышку. Поэтому мы пойдем дальше. Возьмем вот эти вот два уголка и навстречу друг другу. Посмотрите, если вы все сделали правильно, у вас получился квадрат. Если вы все сделали правильно, то у вас получился квадрат. Причем ровный-ровный, без искажений. Теперь вот этот сгиб, видите, это диагональ квадрата. Нижнюю, вот нижнюю вершину вдоль диагонали ведем наверх. И сгибаем. У нас получился ровно треугольник в половине квадрата равный. А что мы делаем? Переворачиваем. И со вторым квадратом то же самое поступаем. Да, но заметьте, она не просто меньше, она надежнее. Потому что сейчас она уже не распадается. Итак, но мы и на этом не остановимся. Конечно, хорошо, надежную шапочку от солнца. Итак, мы опять складываем. И вот эти точки разводим в разные стороны. Да, уже узнали кораблик. Мне очень приятно, что вы не называете его лодочкой. Поскольку, в отличие от лодочки, в этом кораблике, посмотрите внимательно. Вы должны сейчас увидеть две принципиальные вещи. Значит, дома. Итак, две принципиальные вещи. Первое. Если вы растянули и сложили, то у вас вот эти стороны остались параллельны. Это нам очень важно, чтобы стороны при всех изгибах оставались параллельны. Ну, а теперь, конечно, их разведем в стороны и увидим, что, в отличие от лодочки, наш кораблик имеет воздушный колокол. Видите? Воздушный колокол. Изобственно говоря. Благодаря воздушному колоколу, он у нас плавает. Мышка сидит, кораблик плавает. Все на своих местах. Итак, значит... Промокнет. Промокнет. Сейчас промокнет. А у меня тоже не промокнет. Итак, есть материалы, которые не промокают. Вот у нас два материала. Нет, сейчас в тишину сзади. Есть два материала. Первый материал. Кораблик, чтобы не размок. Камень. Но я приносить не стала камень. Я принесла мячик. Он нам очень нужен. Плавает. Второй беру. Еще лучше плавает. Итак, давайте мы на них посмотрим. И найдем, в чем разница. Оба плавают. Ну, пожалуйста. Один плавает чуть лише другого. Почему? Потому что... Нет. Нет. Сейчас у нас нет ни у кого подушки. У нас сейчас есть рука понятая. И ответ. Проходите, молодой человек. Давайте послушаем. Пожалуйста. Как ты считаешь? Я считаю, что этот мячик просто пластмассовый. Он правда пластмассовый. И что дальше? А в этом есть... Так. Так. А в этом больше... Да. Пластмассовый. Это такая пластмассовая сфера. Да? Значит, внутри у этой пластмассовой сферы воздух. И сколько ты его не топи, он все равно поднимается. И причем большая часть находится над водой. И это правда. Это резиновый мячик. Да? Сейчас мы с тобой убедимся в этом. Единственное, чтобы не летели брызги, я его вытру. Единственное, чтобы не летели брызги, я его вытру. Так, давай убедимся с тобой. Вот резиновый мячик, да? Лови вот там. Вот я сейчас... Да, вот попробуй поймать. Почти. Давай попробуй мне бросить. Только тихонечко. Ой, молодец. Итак, кстати говоря, а как вы думаете, зачем он сюда пришел? Сейчас удастся. Да, пожалуйста. Зачем сюда пришел резиновый мячик? Он, во-первых, тяжелее воды. Так. Ну, да, полуплотная резина, она тяжелее. Но там есть воздух, да? Поэтому он, видите, как погружать, как подводная лодка. Может там где-то зависать. Но большая часть под водой находится. Вот больше пластмассного мячика. Срабатывает заходы в тюрьме. Да. А зачем он сюда пришел к нам? Чем больше объема тела, тем больше объема снялся. Ну, я поняла, что надо будет мне подобрать такой же шарик и пластмассный. Но это не всегда бывает. В идеале, да. На самом деле он пришел сказать тем, кто был на прошлом занятии, то, что угол падения равен углу отражения. Видите? Под маленьким углом, да? И он отскакивает под маленьким углом. Больше делай угол. И он под большим углом, да? Вверх. И он вверх. Правильно? Это насчет нашего прошлого занятия. Помните, когда мы с вами считали и нам требовалось находить угол отражения. Все, спасибо. Присаживайтесь. Вопрос. Вот у нас тут... С изделиями фабричной работы все понятно. У нас есть пластиковая, запаянный мячик. Отдадим мячик мышке. У нас есть другой, тоже отдадим мышке. Вот она сидит с мячиками. И у нас есть пластилин. Значит, сейчас, минуточку, я тут отвлеклю. Вы знаете, самые дорогие вещи, это вещи индивидуального изготовления. Ручной работы. Поэтому мы с вами сейчас... Надеюсь, что мы дойдем до этого момента, когда я вам расскажу секрет, как с помощью оригами из фольги делают красивые вещи. Вот, но не менее интересен секрет вот этого пластилина. Скатывать шарики из пластилина умеют все. Пластилин бывает разный. Чтобы доказать, что данный пластилин не плавающий, я его кидаю в воду. Что с ним будет происходить? Он утонет. Он правда утонул. А потом сплывет. Да, вот нам сейчас нужно для всей группы устроить перерывчик небольшой. Он всплывет потом. Небольшой перерывчик. Когда он всплывет? Я его сама вытащила. Нет, он всплывет, когда я его получу такие пузырьки обволоку. А за счет чего там пузырьки-то вдруг его обволокут? Да я это не знаю, почему он поработил, а потому что любой не отплывет. Если он с ним подошел, он вверх, потом поднимется, и зону его поднимется. Я его тяжелый. Что? Нет, мы, конечно, можем его там оставить и посмотреть. Вот через 10 минут перерыва он всплывет. Значит, никто пластилин не достает. Ждем появления пузырька. Так, пожалуйста, на перерывчик. 10 минут, пожалуйста. Зачем вы это делаете? Вот ведь вопрос хороший. Зачем я это делаю? Я выливаю воду, потому что у меня шарик из пластилина легче воды. Поэтому, когда я его хочу достать, он у меня уплывает. Поэтому для того, чтобы мне достать из бутылки шарик из пластилина, пришлось вылить воду. Видите, как все, оказывается, тривиально было. Итак, ну достали мы шарик из бутылки, да, который плавал от прошлого там опыта. Ну и теперь все знают ответ на вопрос. И только некоторые, наиболее наблюдательные, могут ответить на вопрос. Вообще так бывает всегда. Что все все знают, а единицы отвечают. Значит, больше того я вам доложу. Я вот видите, вылила, а сейчас вливаю. Вопрос. Зачем я вливаю воду в бутылку? Можно поставить пластилиновый шарик? Нет. Нет пластилинового шарика. Итак, вообще хоть один человек в зале. Есть кто знает ответ на этот вопрос? Пожалуйста. Пусть у попили, пластилини воздуха не было. Нет, подожди, зачем я вливаю воду вот в эту бутылку? Народ сидит, очень интересуется. Кто бы сократить, ну, можно бутылки некоторые выкинуть? Выкинуть? Ну, я бы сказала, не выкинуть некоторые бутылки, а некоторую воду вылить в одну бутылку, чтобы освободить место. Значит, у меня образовался дефицит места. Бутылка есть, вода есть, и образовался некий дефицит места. Вот у меня сейчас шарик пойдет путешествовать в другую бутылку. Можно путешествовать? Конечно. А как? Как? Через стол. Закон сообщающихся сосудов. Из одной бутылки пошел в другую бутылку. А ты, ну, по-середоненку у нас не делаешь. Итак, ну, давайте мы посмотрим, хватит ли нам этой бутылки. Нет, мам, не нужно. У нас, мам, две же. Нет, у нас, к сожалению, у меня не хватит сил. Придется мне еще вылить. Знаете, иногда бывает льешь, льешь. Итак, нам удалось для тех, кто отсутствовал, я перескажу. Удалось сделать из пластилина, который не плавает. Я сделала просто заединение... Нет, надо помолчать сейчас. Пластилин, который плавает. При этом предложили модель плод. Но модель эта терпит крах, поскольку, к сожалению, не понимаете, что все вещи в этом мире взаимосвязаны. Скажите, пожалуйста, что не хватает модели, которые типа плод. Пожалуйста. И надо его закрыть, чтобы он шарик. Шарик. Итак, предлагают сделать модель по типу шарик, закрытую, закатать сферу. Это вот у нас плавает. Нам нужно сделать, усовершенствовать плод. Ну, на самом деле, для этого достаточно, что? Нужно края подогнуть как-то. Еще. Ну, подогнуть все края. Не слушали. Парус не хватает. Парус не в парусе счастья плавать сначала должен. Сделать, ну, варенье. Что? Варенье. Не поняла? А, типа вареника, пельмешки. Да, конечно, вареник, пельмешка. Ну, первонаперво надо все-таки вспомнить кораблик, да? И, конечно, он будет плавать, как только мы сделаем вот этот колокол. Видите? Воздушный. Поэтому, на самом деле, мы просто сделаем такой вот воздушный колокол сначала, а уже потом загнем края. И вот после того, как мы теперь загнули края, у него остался вот этот воздушный колокол, который и поддержит, придаст ему устойчивость. Все, спасибо, мышки. Итак, вот мы сделали. Ну, как-то нужно было пальчиком-то нежно, и все, я же продырявлю. Видите, да? Шапочка. Ну, как пластилиновая шапочка, я понимаю. Главное, что вот этот воздушный колокол, вот он, не дает теперь нашему кораблику пластилиновому, да? Утонуть. Утонуть, да. То есть плотик бы уже давно потонул, а он вот все держится. Итак, есть у нас тот, кто кусочек пластилина, который потонул. Да, давайте его спасем. Спасем кусочек пластилина. Итак, ну и есть некая промежуточная модель, я так понимаю, это пытались накрутить, да, подводную лодку уже. Я думаю, не просто подводная лодка с снаряжением, да? Да, чуть-чуть не... Чуть-чуть взяли большого веса. Разумеется, была бы полая камера, да? У меня там полая. Надо чуть-чуть освободить от веса, потому что все-таки не безразмерная. Вот от веса... Вот теперь, ну почти идеал подводной лодки. Надо будет только люкер. И так, значит, с пластилином все понятно, сделали сферу. Сделали кораблик.